Девушки отдыхают Мы хотим увидеть все и сразу. Мы очень хотим сделать Россию ближе. Благодаря транспорту это становится возможным. Сжимая время и сокращая расстояние, транспорт в буквальном смысле ускоряет нашу жизнь. Он задает ритм экономической активности и предопределяет качество жизни. Для нашей страны все виды сообщения одинаково важны. Их гармоничное развитие заложено в стратегии. Мы строим современные дороги, создаем высокоскоростное железнодорожное сообщение, развиваем воздушный транспорт, наращиваем потенциал морского и речного сообщения. Наша задача создавать условия, при которых перевозчики не соперничают там, где конкуренция неоправдана избыточно, а дополняют друг друга, когда это выгодно всем – и пассажирам, и бизнесу, и государству. Успех стратегии зависит от многих факторов. Один из них – взаимодействие. Нам требуется качественная инфраструктура, современный логистический сервис и передовая транспортная техника. У нас общая цель, и ее можно достичь, действуя активно и согласованно. Создавая новое, мы формируем запрос на знания, профессиональные и лидерские качества. Мы обучаем молодежь и мотивируем ее на развитие. Ведь для экономики, общества и каждого из нас развитие – ключевая ценность. Стратегия, взаимодействие, развитие – это фундамент деловой программы нашего форума. Это то, что в сочетании образует основу для движения вперед. Уважаемые участники, приветствуем вас на девятом международном форуме «Транспорт России». На сцену приглашаются Максим Соколов, министр транспорта Российской Федерации. Евгений Москвичев, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту. Станислав Воскресенский, заместитель министра экономического развития Российской Федерации. Олег Белозеров, президент ОАО Российской Железной Дороги. Марат Шайдаев, член Совета Директоров группы «Сумма». Сергей Кельбах, председатель правления государственной компании «Автодор». Сергей Франк, генеральный директор ПАО «Совкомфлот». Михаил Дмитриев, президент Организации «Новый экономический рост». Альберт Ягонян, председатель Совета Директоров «Инфравуан». Для приветствия участникам и гостям форума от имени председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева к трибуне приглашается Максим Соколов, министр транспорта Российской Федерации. Добрый день еще раз, дорогие коллеги. Позвольте прежде всего зачитать вам приветственные слова председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева. Уважаемые друзья, приветствую вас на международном форуме и выставке «Транспорт России». Эти мероприятия традиционно проходят в рамках транспортной недели, которая стала главным отраслевым событием года. На ее площадке обсуждаются важные вопросы, связанные с развитием основных видов сообщений, перевозкой пассажиров и грузов по автомобильным дорогам, водным и воздушным маршрутам. Вам предстоит обобщить итоги работы транспортного комплекса в уходящем году и определить приоритетные задачи на перспективу. Среди них логистика перемещения спортсменов и болельщиков между 11 городами, принимающими матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. От ее решения зависит не только успешное проведение соревнований, но и престиж страны, доверие наших зарубежных партнеров и, как результат, улучшение делового климата и повышение инвестиционной привлекательности регионов. В последнее время в отрасли происходят заметные позитивные сдвиги, которые нашли свое отражение на выставке наших достижений. Здесь представлены оригинальные конструкторские разработки авиа, авто и вагоностроителей, современные интеллектуальные транспортные системы, проекты обновленных вокзалов и аэропортов, предложения российских ученых по обеспечению безопасности на дорогах. Авторы лучших идей будут отмечены премией «Формула движения». Поздравляю лауреатов с заслуженными наградами и желаю им новых открытий. А всем участникам форума и выставки – плотворного общения, интересных дискуссий и всего самого доброго. Дмитрий Медведев. Для приветствия участникам и гостям форума от имени руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Иванова к трибуне приглашается Игорь Левитин, помощник президента Российской Федерации. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Решите зачитать приветствие Сергея Борисовича Иванова. Уважаемые друзья, приветствую вас на открытии 9-го международного форума и выставки «Транспорт России». Ваши встречи ежегодно собирают в Москве солидный состав участников, предлагают насыщенную и разнообразную повестку, задают деловой тон для экспертного обсуждения актуальных проблем развития отечественной транспортной отрасли. И, конечно, особым вниманием профессионалов пользуется традиционно масштабная выставка, которая наглядно демонстрирует наиболее перспективные разработки в сфере транспорта, знакомит гостей с ходом реализации наиболее значимых инфраструктурных проектов. Убежден, что нынешний форум пройдет в конструктивном, содержательном ключе, будет содействовать эффективному решению первоочередных задач, стоящих сегодня перед транспортным комплексом страны. Желаю вам успехов и всего самого доброго. Руководитель администрации президента Сергей Иванов. Спасибо. Для приветствия участникам и гостям форума от имени председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко к трибуне приглашается Валерий Васильев, заместитель председателя Комитета по экономической политике Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Добрый день, добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Максим Юрьевич, уважаемые участники форума. Позвольте мне вас поприветствовать от Совета Федерации, пожелать успешной и плодотворной работы и зачитать приветственный адрес от председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. Уважаемые организаторы, участники и гости 9-го Международного форума и выставки транспортной России, транспорт – это стратегическая отрасль. Для России, как и для любого государства, эффективная транспортная система является основным фактором территориального целостности и конкурентоспособности в мировой экономике, важнейшим звеном промышленной кооперации и катализатором инновационных решений в области машиностроения, логистики, строительства, телекоммуникации и в других смежных областях. Международный форум «Транспорт России» по праву рассматривается в профессиональной среде как главное деловое событие года. Именно здесь подводятся итоги работы транспортного комплекса за прошедший год и определяются задачи на ближайшую перспективу, обсуждаются актуальные вопросы о развитии основных видов сообщения и совершенствовании профессионального образования. Уверена, что общение российских и иностранных специалистов в рамках форума и на выставке будет способствовать появлению новых идей, заключению перспективных соглашений и консолидации интересов всех участников рынка транспортных услуг. Желаю успешной работы и плодотворной дискуссии. Валентина Матвеенко. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Друзья, разрешите зачитать приветственный адрес от председателя Государственной Думы Сергея Евгеньевича Нарышкина. Организаторам и участникам 9-го международного форума и выставки «Транспорт России». Выставка «Транспорт России» по праву считается крупнейшим российским презентационным проектом, представляющим перспективные решения для перевозки пассажиров и грузов. Обмен опытом и всестороннее обсуждение транспортной проблематики в рамках международного форума способствует совершенствованию отрасли. Депутаты Государственной Думы и Федерального Собрания в своей деятельности уделяют повышенное внимание профильному законодательству и рассчитывают на экспертный потенциал работников транспортной отрасли. Уверен, форум и выставка будут способствовать росту конкурентноспособности российского транспорта и стимулированному интеграционных процессов на евразийском пространстве. Желаю вам новых успехов в работе и всего самого доброго. Сергей Нарышкин. Уважаемые участники, мы начинаем пленарную сессию на тему «Транспорт и экономика. Формула взаимозависимости». Уважаемые коллеги, добрый день. Наша сегодняшняя секция называется «Транспорт и экономика. Формула взаимозависимости». И несколько минут о том, как мы проведем ближайшие 1 час 45 минут. В первую очередь необходимо определиться, стоит ли нам говорить о транспорте как факте социальной и экономической стабильности, или все же, несмотря на нынешние времена, нужно говорить о развитии. Если говорить о развитии, то отсюда возникает вопрос относительно мультипликативных эффектов для экономики от развития транспортной инфраструктуры. Действительно ли рост совокупного спроса будет таков, что государство по-прежнему должно быть мотивировано на значительное развитие объема инвестиций в инфраструктуру. Это приведет нас к традиционной дискуссии относительно финансирования значительного и значимого финансирования транспортной инфраструктуры, поскольку существует две противоположные к точке зрения. Одна из которых говорит о том, что подобные инвестиции в значимом объеме приводят к росту инфляции, а это вредно для экономики. Другие утверждают, что подобного роста инфляции нет, поэтому это сверхпозитивно для экономики. Соответственно, мы и об этом поговорим. Но это переводит нас к необходимости рассмотреть вопросы, связанные с источниками не только государственных, но и негосударственных инвестиций в инфраструктуру. И необходимо проанализировать, какие у нас существуют доступные источники для капитала в обозримой перспективе на ближайшие несколько лет. После этого необходимо будет определиться в том, существуют ли у нас в контексте обозначенных инвестиций, существуют ли у нас возможности для оптимизации этих инвестиций, в том числе и за счет передовых технологий, которые могут быть использованы и в транспортной отрасли. Это те вопросы, которые у нас в той или иной степени обозначены в программе, вокруг которых будет крутиться сегодняшняя дискуссия. Что касается порядка сегодняшнего мероприятия, порядка проведения мероприятия, то мы ближайшие 15 и после этого еще раз 15 минут выслушаем два ключевых доклада. Первый базовый доклад Максима Юрьевича Соколова как главного регулятора всей транспортной отрасли, как федерального министра. И второй ключевой доклад Олега Валентиновича Белозерова как руководителя ОАО «РЖД». Я тут посчитал, пока сидел, получалось, что если бы это было 5 дней назад, то можно было бы сказать, что это первый 100-дневный доклад на новом посту. Но поскольку не было других публичных выступлений за эти 5 дней, если верить интернету, то можно считать, что это первый доклад про 100 дней. Поэтому если возражений нет, а я надеюсь, что их нет, то с большим удовольствием предоставляю слово Максим Юрьевичу Соколову с базовым докладом. Максим Юрьевич, пожалуйста. Спасибо, Альберт Суренович, уважаемый модератор, уважаемые коллеги, участники нашего форума, иностранные гости. Даже в приветствиях руководителей нашего государства исходя из них было видно, что транспорт наряду с другими базовыми отраслями экономики составляет каркас производственной и социальной инфраструктуры страны. Поэтому предсказуемая устойчивая работа всех видов транспорта, работоспособность существующей сети и ее поступательное развитие являются обязательными условиями конкурентоспособности национальной экономике и качества жизни людей. Транспорт действительно один из основных элементов экономической, социальной стабильности России, и особенно это заметно в периоды сильного влияния неблагоприятных внешнеэкономических и внешнеполитических факторов на экономику и общество в целом. Один из таких периодов мы, очевидно, переживаем с вами и сегодня. Показатели нашей работы напрямую зависят, если в первую очередь от экономической активности населения и субъектов хозяйственния, и если эта активность снижается, то, соответственно, и спрос на транспортные услуги падает, что отражается не только на наших результатах отрасли в целом, но и на всей экономике страны. Именно в такие периоды мы должны обеспечить стабильную работу системообразующих организаций и отрасли, продолжить реализацию начатых стратегически важных проектов и обеспечить доступность, качество и безопасность транспортных услуг. В среднесрочной перспективе работа по этим направлениям все равно позволит нам достигнуть положительных темпов роста показателей отрасли, и это, в свою очередь, окажет благоприятное воздействие на ключевые макроэкономические параметры экономики и уровень социального благополучия в стране. В самом общем виде перечисленные связи и составляют ту формулу взаимозависимости экономики и транспорта. И с учетом принятого правительством антикризисного плана, имеющихся на данный момент бюджетных ограничений, наша деятельность в уходящем году была сконцентрирована на решении задач по обеспечению доступности пассажирских перевозок в социально значимом сегменте, по реализации начатых приоритетных проектов и поддержанию работоспособности транспортной инфраструктуры, а также по поддержке финансовой устойчивости тех предприятий и отрасли и обеспечению безопасности пассажиров, без которых мы не можем, естественно, себе представить работу транспортного комплекса. Достигнутые результаты дают основания считать, что концентрация усилий и финансовых ресурсов для решения этих задач позволит нам обеспечить потребности экономики и общества в транспортных услугах как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе, а реализуемым транспортным проектам действительно стать катализаторами экономического роста в стране и активности в регионах. В связи с этим позвольте кратко остановиться на предварительных итогах уходящего года. Морской внутренний транспорт. С января по октябрь включительно объем перевалки грузов в морских портах страны увеличился. Увеличился более чем на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил отметку в 495 миллионов тонн. Прирост перегрузочных мощностей морских портов составил почти 20 миллионов тонн. Только Керченская паромная переправа за 9 месяцев обеспечила перевозку на паромах более 3 миллионов пассажиров в обе стороны. Это сравнимо с тем, что было перевезено по результатам всего 2014 года, вот за эти 3 летних пиковых месяца. Объем перевозок пассажиров на внутреннем водном транспорте увеличился по сравнению с прошлогодним периодом более чем на 6% и составил около 12 миллионов человек. В условиях маловодности рек в европейской части России мы уже не первый год, к сожалению, сталкиваемся с этим природным явлением, а также в бассейнах рек Лена и Индигирка уменьшение объема потребления нерудных строительных материалов также мы наблюдали в первые 9 месяцев года. Но не только там, в целом по стране снизился грузооборот на 16% и объем перевоза грузов на 1,2% к соответствующему уровню прошлого года. Уверенными темпами продолжается обновление нашего флота. В сентябре государственный флаг страны поднят на дизель-электрическом ледоколе «Владивосток», который построен на Выборгском судостроительном заводе. Этот ледокол – ледокол нового поколения, с неограниченным районом плавания, высокой степенью автоматизации и способный преодолевать льды толщиной до 1,5 метров. Еще один линейный дизель-электрический ледокол мощностью около 16 мегаватт «Мурманск» будет введен в эксплуатацию до конца этого года и станет хорошим пополнением в ряду нашего ледокольного флота. Помимо этого, еще мы введем в эксплуатацию три многофункциональных аварийно-спасательных судна. Продолжается работа по расширению мощностей транспортного узла «Восточная находка» в Приморде, комплексному развитию Мурманского транспортного узла, строительству арктического порта Сабета. В этом году с частными инвесторами подписан целый ряд соглашений, направленных на развитие морского порта Тамань. А на следующей неделе будет готов к открытию новый морской многофункциональный перегрузочный комплекс «Бронко» общей мощностью 7,5 миллионов тонн, и это будет крупнейшим терминальным комплексом на Балтике. В июне этого года правительством утвержден комплексный проект развития северного морского пути. Реализация запланированных мероприятий к 2030 году обеспечит надежность транзитных перевозок и перевозок смес добычи углеводородного сырья, расположенных на арктическом побережье и континентальном шельфе. За 9 месяцев текущего года администрации северного морского пути выдано 662 разрешения на плавание в акватории СМП, в том числе 114 судам под иностранным флагом. Теперь несколько слов о воздушном транспорте. За 10 месяцев непростого, может быть, даже сказать, экстраординарного для гражданской авиации 2015 года российскими авиакомпаниями было перевезено 80 миллионов пассажиров. И это почти на полпроцента выше показателя за аналогичный период 2014 года, несмотря на более чем тревожные ожидания. При этом отмечается выраженное перераспределение пассажиропотока с международных в пользу внутренних перевозок. Во внутреннем сообщении прирост объема авиаперевозок составил более 16%. А местные перевозки, и это тоже мы наблюдаем впервые за многолетний период, выросли по сравнению с прошлым годом на 5%. К сожалению, не обошлось в этом году и без потерь. Но, несмотря на уход с рынка второй по величине компании Transair, нам удалось сохранить и маршрутную сеть, и выполнить обязательства перед пассажирами, которые купили билеты на ее рейсы. Благодаря принятым мерам была организована беспрецедентная в российской гражданской авиации работа по бесперебойной перевозке порядка 2 миллионов пассажиров Transair в основном на рейсы группы компании Aeroflot и других российских авиаперевозчиков. И я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство компании, всех сотрудников за такую слаженную отраслевую работу и взаимопонимание. При остановке воздушного сообщения с Украиной, Египтом, а также частично с Турцией и, как следствие, необходимость поиска новых рынков для российских авиакомпаний, является для нас совершенно новым вызовом во вновь складывающемся меропорядке. Вместе с тем, по результатам работы Межведомственной комиссии по допуску российских перевозчиков к выполнению международных воздушных перевозок, нами было выдано в этом году 600 разрешений. Из них на выполнение регулярных пассажирских перевозок 456 разрешений. И это дает основания полагать, что авиакомпании смогут оперативно отреагировать на меняющуюся конъюнктуру и перераспределить емкости по новым маршрутам. Государственная поддержка региональных и местных авиаперевозок в этом году реализуется посредством пяти программ субсидирования из федерального бюджета. Они направлены на осуществление региональных воздушных перевозок на территории Российской Федерации и формирование межрегиональной маршрутной сети. На эти цели в 2015 году предусмотрены средства из бюджета в размере более 9 миллиардов рублей, несмотря на все сокращения и секвестры. Количество перевезенных с использованием мер государственной поддержки пассажиров за первые девять месяцев составило почти полтора миллиона человек. А на субсидирование этих пассажиров израсходовано чуть больше 7 миллиардов рублей. Таким образом, перевозка каждого дополнительного пассажира обошлась федеральному бюджету в сумму немногим более 5 тысяч рублей, что меньше в полтора-два раза по сравнению с лучшими международными практиками аналогичных программ субсидирования в США и в Европе. Этот факт позволяет сделать вывод о высокоэффективной работе, которая ведется правительством, Минтрансом и Росавиацией в этом направлении. Российские аэропорты обслужили более 126 миллионов российских и иностранных граждан на внутренних и, соответственно, международных рейсах. Объем перевозок пассажиров через аэропорты России за указанный период текущего года также увеличился по сравнению с предыдущим периодом на 2,5%. В рамках подготовки к проведению встречи глав государств и правительств БРИКС и заседания государств-членов ШОС был открыт новый международный терминал в городе Уфа. В этом году в полном объеме завершился самый успешный в Европе проект государственного частного партнерства строительства аэровокзального комплекса и новых терминалов в Петербурге. В рамках подготовки к чемпионату меры футбола 2018 года проводится масштабная модернизация аэропортов в Калининграде, Воронеже, Ростове-на-Дону строится новый аэропорт Южный. В начале этого года в эксплуатацию введены аэропортовые терминалы в Екатеринбурге и Самаре. Кстати, по моему мнению, аэропорт Самаре международного класса, его он называется Курумыч, является одним из лучших аэропортов в своем классе. К концу года будет обеспечена готовность нового пассажирского терминала в Нижнем Новгороде, а в начале 2016 года планируется завершить реконструкцию аэропортового комплекса в Волгограде. За счет внебюджетных источников, и это пока очень редкий, уникальный случай для нашей страны, да и не только нашей страны и мира, полностью за счет частных инвестиций построен аэропорт в поселке Сабета на полуострове Ямал, очень современный, технологичный аэропорт в тяжелых климатических условиях, и он обеспечивает прием самых современных воздушных судов. Осуществлена реконструкция аэропорта Владикавказ, Махачкала, продолжается модернизация аэропортов в Петропавловске-Камчатском, Екатеринбурге, Воронеже, Минеральных водах, начата реализация проектов по реконструкции аэродромной инфраструктуры в Норильске, Нижнекамске, Ульяновске, Хабаровске и Кызыле, запущено строительство нового аэропорта в Саратове. Не могу не упомянуть о том, что Международная организация гражданской авиации завершила месяц назад второй этап проверки, начатый еще в 2014 году, то есть она шла два года, и эксперты проверили систему государственного контроля за обеспечением безопасности полета в Российской Федерации на соответствие и рекомендуемой практике ИКАО. Несмотря на непростую геополитическую ситуацию, в которой завершилась эта проверка, в отчете комиссии было отмечено, что государственная система контроля за обеспечением безопасности полетов в Российской Федерации обеспечивается на приемлемом уровне, при этом превышая среднемировые результаты аналогичных проверок ИКАО. Теперь о железной дороге. Несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию, по результатам 10 месяцев на сети железных дорог погрузка грузов снизилась незначительно, порядка 1,3% по отношению к аналогичному периоду 2014 года. За первое полугодие по различным параграфам открыто 157 новых станций. Около 70% станций открыты для работы с крупнотоннажными контейнерами, что свидетельствует об увеличении рынка контейнерных перевозок в России. Мы можем по-разному относиться к этой экономической ситуации, но неправильно жаловаться. И в настоящее время, хочу сказать, что реализуется действительно беспрецедентное со времен Советского Союза количество проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры. Конечно же, наибольшее внимание в этом году уделяется реализации важнейших комплексных инвестиционных проектов, в первую очередь, модернизации железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба. Кстати, необходимо подчеркнуть, что данный проект реализуется с участием средств Фонда национального благосостояния. Также речь идет и о развитии Мурманского транспортного узла, реконструкции железнодорожной инфраструктуры на Таманском полуострове, участков Междуреченск-Тайшет и Выборг-Приморск-Ермилово. Также ведется проект по развитию подходов к портам Азово-Черноморского бассейна со строительством вторых главных электрифицированных путей от Волгограда до Краснодара, обходом Краснодара и подходами к Новороссийску и Тамане с выходами к строящемуся Керченскому транспортному переходу. Развиваются и Новороссийские, и Мурманские транспортные узлы. За счет государственной поддержки начата работа по реализации проекта строительства 137-километровой двухпутной электрифицированной железной дороги на участке Прохоровка-Журавка-Чертково-Батайск. В декабре этого года будет введен во временную эксплуатацию новая железнодорожная ветка на рынок Лугакан в Забайкальском крае, и уже открыто рабочее движение между станциями Лосево и Каменогорск в Ленинградской области. Общая протяженность этих линий составляет около 300 километров. Есть и другие проекты, которые можно было бы рассказать, но, повторюсь, это все-таки беспрецедентный объем работ, которые мы сохранили в нашей федеральной целевой программе по развитию железнодорожной инфраструктуры. В мае текущего года в Москве в присутствии президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, руководителя Китая Си Цзепина, состоялось подписание меморандума с нашими китайскими партнерами о формах сотрудничества и финансирования проекта высокоскоростной магистрали Москва-Казань. В ООО РЖД был проведен конкурс, подписан соответствующий контракт и ведется проектирование линии ВСМ. Эта магистраль пройдет по территории семи субъектов России, а общая численность населения этих субъектов превышает 25 миллионов человек. И, конечно же, можно с уверенностью говорить, что сегодня это крупнейший инфраструктурный проект в современной России. Проект предполагает глубокую локализацию производства, не менее 80%, кстати. Это касается тех высокоскоростных поездов и технологий, которые будут применены. Создание более 300 тысяч рабочих мест, развитие малого-среднего бизнеса в регионах прохождения магистрали. Инвестиции в проект обеспечат масштабную поддержку российской промышленности и, прежде всего, металлургии, машиностроения, промышленности строительных материалов и многих других отраслей. И, конечно же, придадут серьезную динамику развития регионов. Реализуются мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры в Московском железнодорожном узле. Здесь особо стоит отметить открытие скоростного движения на участке Москва-Крюково. Теперь по этому участку москвичи и жители области за 25 минут смогут доехать из Крюково до Ленинградского вокзала Москвы в обратном направлении. Это все осуществляется на комфортабельных поездах «Ласточка», каждый из которых вмещает до 1400 пассажиров. Кстати, локализация этих поездов в ближайшей перспективе тоже достигнет порядка 80%. В цель обеспечения доступности пригородных пассажирских перевозок для уменьшения расходов пригородных компаний, а также для снижения финансовой нагрузки на бюджеты субъектов Федерации, в этом году, так же как и в предыдущем, был установлен льготный тариф для перевозчиков, так называемый коэффициент 001, а в апреле этого года принято изменение в Налоговый кодекс РФ, предусматривающий установление нулевой ставки по налогу на добавленную стоимость по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении. На компенсацию потерь в доходах РЖД от оказанного тарифа в федеральном бюджете были выделены субсидии в размере 33,8 миллиарда рублей, а еще около 8 миллиардов рублей будет компенсировано из бюджета организациям, которые осуществляют пригородные перевозки в связи с установлением нулевого НДС. Итого, федеральная поддержка пригородных перевозок по этому году, несмотря на бюджетные ограничения и даже секвестр, составит в текущем году порядка 42 миллиардов рублей. Хочу обратить на это внимание, так как такой уровень прямой государственной поддержки достигнут впервые за всю историю пригородных перевозок. При этом субъектами Российской Федерации, фактически теми, кто является заказчиками перевозок и ответственными за них по нашему российскому законодательству, объем субсидий в текущем году по плану составил всего лишь порядка 11 миллиардов рублей. Но и он не исполняется. На данный момент пригородным компаниям перечислено чуть более 5, ну почти 5,5 миллиардов рублей. Хочу особо обратить на это внимание присутствующих здесь главсубъектов и коллег-министров из регионов. На следующий год для обеспечения социальной стабильности и доступности пригородных перевозок для населения суммарный объем федеральной поддержки предусмотрен уже в размере 45 миллиардов рублей. И я искренне надеюсь на более ответственную позицию субъектов в следующем году. Также в этом году была продолжена наша совместная работа по развитию международных транспортных коридоров. В августе на направлении коридора Приморья-1 проследовал контейнерный поезд первый. А в дальнейшем планируется осуществлять перевозки по данному маршруту на регулярной основе. По коридору Приморья-2 в мае 2015 года состоялось также открытие регулярного транзитного контейнерного маршрута из Китая через территорию России в Корею. Потенциал этого коридора в будущем до 60 миллионов тонн грузов в год. Объем транзитных перевозок по транзиту в сообщении с Китаем за 9 месяцев практически удвоился. Вырос почти на 89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 66 тысяч контейнеров. В первую очередь это направление Западной Китай, Европа через Казахстан и Китай-Европа через погранпереход в Забайкальске. При этом мы видим продолжающийся рост и хорошие перспективы развития транзита в этом направлении. Дополнительную динамику в текущем году получил и коридор Север-Юг. Окончание строительства железной дороги, соединяющей Казахстан, Туркменистан и Иран по восточному побережью Каспия, позволило связать воедино железнодорожные сети от Ирана через Россию до Европы. А вчера в рамках нашего форума состоялось открытие свияшкого межрегионального мультимодального логистического центра в Республике Татарстан, который также расположен в зоне прохождения международного транспортного коридора Европа-Западный Китай и на пересечении международных коридоров Север-Юг и Запад-Восток. Также в рамках саммита ШОС в текущем году был запущен мультимодальный логистический центр Южноуральский в Челябинской области и запуск этих и других подобных проектов также оптимизирует логистику грузопотоков и повышает качественные параметры транспортной системы нашей страны в целом. Теперь посмотрим на дорожное хозяйство. В сложившейся экономической ситуации основной задачей сферы дорожного хозяйства является обеспечение стабильности и надежности функционирования дорожной отрасли. В связи с этим расходы федерального бюджета были направлены в первую очередь на обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения, увеличение доли дорог федерального значения, соответствующих нормативным требованиям. Расходы инвестиционного характера пришлось сократить и направить на стратегически важные объекты. И даже несмотря на это, в этом году в дорожном хозяйстве у нас есть значимые достижения. Среди них хочется назвать и мостовой переход через реку Дон в Ростовской области, участки дорог на трассах Урал, Уссури, Вилюй, Байкал, Лена, Сартовала, Нарва. Среди региональных проектов стоит отметить введенный в эксплуатацию автодорожный мост через реку Енисеев в Красноярске и трассу Ростов в Ростовской области. Среди крупных дорожных проектов, в котором Донстарт в этом году, мы отмечаем строительство участка новой скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург, протяженностью 140 километров на участке от Петербурга до Великого Новгорода. Это, кстати, главной участок международного транспортного коридора Европы-Западной Китая. И также еще одним стартовавшим проектом федерального уровня является центральная кольцевая автомобильная дорога, общей протяженностью 334 километра. Этот проект, на который были получены средства из Фонда национального благостояния, также является частью коридора Европы-Западной Китая. Помимо этого, в текущем году начата масштабная реконструкция федеральной трассы Скандинавия до границы с Финляндией, и реконструкция этой в перспективе, как мы говорим, умной дороги позволит значительно увеличить пропускную способность одной из главных наших транспортных артерий северо-западного региона. Продолжается строительство центрального участка западного скоростного диаметра в Петербурге, масштабнейшего проекта, который полностью должен быть завершен летом следующего года. И многие мостовые сооружения, которые сейчас уже находятся в высокой стадии готовности, являются уникальными с точки зрения проектирования и строительства. Уважаемые коллеги, не могу не сказать несколько слов о принципе пользователь платит, платежах на наших автомобильных дорогах. Содержание в нормативном состоянии и перспективное развитие нашей транспортной инфраструктуры, и в том числе, может быть даже в первую очередь, автомобильных дорог, невозможно без привлечения инвестиций и надежных источников финансирования текущей деятельности. В транспортной стратегии Российской Федерации указывается, что для развития сегмента автомобильных дорог принципиальное значение имеет повышение платежных обязательств пользователей и приведение их в соответствие с совокупными затратами на все виды дорожных работ. И одним из механизмов привлечения этих инвестиций транспортная стратегия определяет внедрение платности за пользование инфраструктурой. С 15 ноября на всех федеральных трассах запущена в эксплуатацию система взымания платы с грузовых автомобилей снаряженной массой более 12 тонн, так называемая система Платон, в основе которой как раз и заложен этот справедливый принцип «пользователи платят», давно используем во всем мире, согласно которому за разрушение дорожного полотна должны платить те, кто наносит ему наибольший ущерб в результате осуществления своей коммерческой деятельности, то есть введение бизнеса и извлечение прибыли. По данным оператора, на регистрацию к моменту ее запуска прошли более 90% крупных компаний с автопарком от 50 автомобилей, а количество зарегистрированных автомобилей сейчас превышает 650 тысяч. За время работы системы Платон, а это всего лишь чуть более двух недель, уже поступило более 800 миллионов рублей. И эти средства предусмотрены в законе о федеральном бюджете на 2016 год. Средства от сбора платы этой системы, напомню, будут направляться на поддержку в первую очередь региональных проектов в дорожном хозяйстве, реализуемых в том числе на принципах государственно-частного партнерства. Сейчас мы видим, конечно же, определенное протестное движение, нежелание использовать этот принцип и разные спекуляции по этому поводу о росте цен на продукты и прочие товары. Я уже неоднократно говорил, что в этом есть определенная дезинформация, отдающая в том числе и провокации, поскольку, для примера, в цене пачки молока при ее перевозке на 100 километров, рост цены на один пакет молока составит всего лишь полторы копейки, но ни в коей мере там не рубль или тем более полтора рубля, а именно полторы копейки. Но если предположить, что доставка будет на 200 километров, то, соответственно, это 3 копейки, а на 1000 – 15. Ну, о каком росте цен можно говорить на основании вот таких и аналогичных примеров. Можете взять блокнот и ручку и посчитать на коленках, что называется, сами. Введение системы платности в первую очередь выявляет и теневые перевозки. Нелегальные перевозчики, которые раньше скрывали свои маршруты, доходы, в том числе и от налоговых органов, становятся более заметными. Также при необходимости можно с большей достоверностью определить, откуда и куда в реальности доставляются товары. И это борьба в том числе и с контрабандными, и с контрафактными товарами. Уважаемые коллеги, 2015 год – это год 70-летнего юбилея Великой Победы. На плечи транспортников была возложена ответственная задача по транспортному обеспечению проводимых мероприятий, перевозки, бесплатной перевозки, ветеранов войны. И, на мой взгляд, транспортники полностью справились с этой ответственной поставленной задачей. Отдельного доклада заслуживает тема также обеспечения перевозок и в Крым, где, безусловно, с лучшей стороны отличились и авиация, и паромные переправы, обеспечив рекордные объемы перевозок. Кстати, по итогам 2015 года Симферопольский аэропорт войдет в пятерку наших крупнейших аэропортов, буквально через две недели перешагнув пятимиллионный рубеж по пассажирообороту. Проведение крупнейших международных мероприятий становится серьезными вызовами для транспортной отрасли, но в то же время они являются и катализаторами для развития всей инфраструктуры, а впоследствии дают и мультипликативный эффект в виде развития и туризма, и спорта, увеличения деловой активности и повышения инвестиционной привлекательности страны. И таким новым вызовом для нас сегодня является подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Минтранс ведет работу по различным направлениям, и одно из основных направлений нашей деятельности – именно нормотворчество. Здесь принимаются и законные, и подзаконные нормативные акты правительства, приказы Минтранса наших агентств, реализуются смежные проекты, такие, например, как запуск в промышленную эксплуатацию инновационного знакового проекта системы «Эры ГЛОНАСС». Ну и, конечно же, наша обычная, рутинная работа. С учетом того, что тематика нашей пленарной сессии звучит как «транспорт-экономика», я в первую очередь постарался остановиться на проектах инфраструктурного развития, прямо влияющих на экономику нашей страны. Хотя, конечно же, безусловно, любые процессы, происходящие в транспортной системе, в той или иной степени влияют на и социальную, и экономическую ситуацию. Но развитие транспортной системы имеет множественные эффекты. А снятие инфраструктурных ограничений в первую очередь дает выход российским товарам к новым рынкам, создание запаса пропускных способностей, оно обеспечивает возможность нашим предприятиям оперативно реагировать на динамичные изменения мировой конъюнктуры и дает возможность переключить поставки в рамках целого континента или даже земного шара. Возможности по повышению мобильности населения, они повышают его экономическую активность. А не только экономическая активность, но и вот все эти процессы рождают дополнительный потребительский спрос, и это также является стимулом и условием для роста экономики в целом. Так что сами по себе проекты по развитию инфраструктуры являются драйвером развития, создавая новые рабочие места и формируя спрос на строительную продукцию, продукцию машиностроения. То есть сами по себе являются еще и теми антикризисными мероприятиями, которые сегодня реализуются в соответствии с планом правительства. Но я уверен, что мы как раз и собрались для того, чтобы пообсуждать, открыть дискуссию по этим и другим обозначенным темам. Состав участников у нас более чем представительный. Благодарю всех, кто откликнулся на участие в нашем транспортном форуме. Спасибо за внимание. Благодарю вас. Вы можете сделать какой-то небольшой бриф на тему того, сколько мы тратим в федеральной части во внебюджетной части и сколько мы должны были бы тратить. Есть у вас, вернее я-то знаю, что она есть пару месяцев, как подобная статистика и подобный расчет, но тем не менее. На самом деле разговоров о дороговизне транспортного строительства очень много, но с точки зрения российской экономики это, что называется, овчинка выделки не стоит. На 2016-2020 год речь все транспортные инвестиции, за исключением трубопроводного транспорта, оценивались примерно в 2 триллиона рублей в год. Это меньше 3% ВВП за период. И на самом деле, даже если мы говорим о том, чтобы совсем оптимально развивать нашу транспортную инфраструктуру, к этому нужно добавить совсем немного. Может быть еще 1% ВВП, все равно это будет меньше 3 триллионов инвестиций в год. И те деньги, которые надо добавить, на самом деле находятся в пределах статистических колебаний нормы накопления в Российской Федерации. Они не сильно меняют ситуацию, уж точно не разгоняют инфляцию. А если мы говорим о том, за счет чего, собственно, должны погашаться инвестиции в транспортную инфраструктуру, то плата за проход большегрузных автомобилей по федеральным автотрассам, это на самом деле скорее исключение, чем правила в финансировании такого рода проектов. При нынешнем дефиците инфраструктуры большинство транспортных проектов дает очень большие внешние эффекты. Смысл внешних эффектов в том, что они ускоряют рост экономики в других отраслях, и этот рост ведет к росту налоговой базы бюджетов. Поэтому многие проекты на транспорте могут финансироваться без всякой дополнительной платы с пользователей. Они могут финансироваться, прежде всего, за счет будущей налоговой базы. А для того, чтобы воспользоваться такими механизмами, нужно развитие tax increment finance, возможности бюджетов разных уровней заимствовать, делать инвестиционные займы на долгосрочной основе, которые в дальнейшем будут покашаться приростом доходов, возникающих благодаря улучшению транспортной инфраструктуры. Для этого России нужен полноценный рынок длинных денег, но создание такого рынка ни в коем случае не приведет к инфляции. Скорее, наоборот, ее снизят благодаря снижению транспортной наценки в структуре затрат производителей товаров и услуг. Спасибо большое. Итак, мы тратим примерно 3% ВВП, а должны были бы? Ну, максимум 4. Если не считать трубопроводного транспорта, на который выходит еще чуть меньше 1% ВВП в год. И инвестиции в трубопроводный транспорт сильно колеблются от графика, в зависимости от графика мегапроектов. Хорошо. Спасибо большое. Уважаемый Олег Валентинович, как вам будет удобнее ваш 100-дневный доклад? Спасибо большое, уважаемые коллеги. Прежде всего, хотел поблагодарить организаторов форума за приглашение и за возможность выступить. После такого емкого доклада министра в отношении общих показателей надо выступать, наверное, конкретно по определенным направлениям. Соответственно, что хотелось бы сказать. Готов подискутировать с коллегой в отношении того, какой объем инвестиций у нас сейчас, кто вкладывает в транспорт. Мы, как железнодорожники, считаем, что наш объем вложений в российские инвестиции порядка 3%, 2,9%. Мы, РЖД, это доля от общего числа занятых в экономике 1,2%. Вклад в валовый продукт 1,54%. Доля в инвестициях транспорта порядка 14%. Мы формируем, как РЖД, спрос в 19 отраслях и соединяем 79 из 85 субъектов Российской Федерации. Доля в пассажирообороте 26%, доля в грузообороте всей транспортной системы 45%. Для чего об этом говорю? Железные дороги в экономике развитых стран играют очень важную роль. Но железные дороги в экономике Российской Федерации играют особо важную роль. Поскольку многие отрасли и промышленности, и производства завязаны в ряде случаев исключительно на железнодорожный транспорт. Ну, хотел бы уже отчитаться, как коллеги говорят, министр абсолютно справедливо сказал, что за 10 месяцев, несмотря на общее снижение валового продукта, достаточно высокое снижение доли погрузки в железнодорожном транспорте за 10 месяцев было 1,3%. Но мы перед собой поставили амбициозные планы эту цифру, эту планку понижать. И по результатам 11 месяцев хочу доложить уважаемым коллегам, что мы сократили этот объем, и сейчас снижение составляет 1,2%. Мы ставим очень амбициозные планы по итогам года, достигнуть еще меньшей цифры сокращения, ну, о чем буду докладывать в январе. При этом, как вы знаете, на прошлой неделе прошло заседание правительства, я хочу поблагодарить Министерство транспорта, правительство за принятые решения. И напомнить, что российские железные дороги за последние три года активной инвестиционной деятельности, которая уже была обозначена в докладе министра, ввела более 1 триллиона рублей основных фондов. Ну, и у нас получался дисбаланс, поскольку мы говорим о том, что нужно создавать в экономике условия, в том числе и гринфилд. А российские железные дороги в этой части жили с повышением налоговой нагрузки на имущество. И спасибо большое, было принято решение о том, чтобы заморозить налог на имущество на уровне 2015 года, а вновь вводимые фонды освободить от налогообложения. При этом, как вы знаете, было принято решение о том, чтобы тарифную нагрузку максимально определить в 9%, при этом мы договорились о том, что эффективная ставка не будет превышать 7,5%. Более того, мы считаем, за счет чего сейчас происходит прирост объема перевозок, мы предложили и нас поддержали в более гибкой системе тарифообразования. Мы считаем, что мы имеем возможность при повышении эффективности нашей внутренней работы снижать себестоимость и снижать тариф. Вот первые результаты я вам уже на сегодняшний момент доложил. При этом, вот как уже сказал уважаемый ведущий, что важнее, стабильность или развитие, если я правильно понял в самом начале. Вот для меня эти вопросы неразделимы. Стабильность означает постоянное развитие. Мы в российских железных дорогах именно таким образом перед собой ставим задачи. Мы планируем на следующий год не снизить нашу инвестиционную программу, а даже ее увеличить на 10% до 432 миллиардов рублей. Мы планируем реализовать все проекты, которые были перечислены министром сейчас, включая софинансирование из федерального бюджета. При этом мы сейчас ведем активные обсуждения с владельцами и месторождений, и с производителями, и разрабатываем механизмы совместного участия в дополнительных инвестициях. Мы считаем, что привлечение инвестиций сейчас возможно при изменении в том числе и нашей тарифной политики. Хочу напомнить, что эффект от проектов мы с вами рассчитали уже, он достаточно ощутим. Это БАМ-Трансиб, дополнительно 66 миллионов тонн. Порты Северо-Запада, о чем говорилось, будут увеличены к 2020 году. Планируем перевозить почти 164 миллиона тонн. Развивать и порты Азово-Черноморского бассейна. Северный широтный ход должен нам дать дополнительно около 24 миллионов тонн. Ну и эффекты от реализации этих проектов тоже, абсолютно справедливо было сейчас сказано, дадут в бюджет страны более 500 миллиардов рублей. БАМ-Трансиб принесет более 100 миллиардов рублей в бюджеты субъектов Дальневосточного федерального округа. При этом, уважаемые коллеги, без очень серьезного развития транспортно-логистических услуг и снижения логистических продуктов, мы считаем, мы большого эффекта не сможем добиться. Вы знаете, что мы являемся владельцами очень серьезных операторов, в том числе и международной компании «ЖЕВКО», которую сейчас инкорпорируем в работу на российском рынке, и управленческие компетенции, которыми обладает эта компания, сейчас активно внедряем на территории Российской Федерации. Соответственно, мы уже сейчас выполняем логистическое обслуживание, таможенное оформление корпорации «Иркут», ведем активные переговоры и с «Новотеком», и с другими крупными предприятиями на территории Российской Федерации. Как уже было сказано, заработал новый продукт – это объединенная транспортно-логистическая компания. Ну, цифры были названы, объем перевозки контейнеров почти удвоился, и я вам хочу доложить, что присутствовал на Координационном совете перевозок по Транссибирской магистрали, и коллеги нам очень серьезно завидуют в том, что мы такой интересный продукт предложили. Мы сейчас обсуждаем вопрос о том, кто бы мог присоединиться к реализации данного продукта. Еще назову ряд проектов. Это проекты «Грузовой экспресс», «Транссиб за 7 суток», «Байкал Шаттл». И хочу сказать, что более 90 тысяч поездов отправлено со специализированным расписанием. Мы как раз в предложении новых продуктов видим новые возможности или дополнительные возможности российских железных дорог. При этом хочу сказать, что и основные показатели, к которым мы привыкли, они тоже растут. Выросла участковая скорость движения, выросла маршрутная скорость грузового поезда, улучшено выполнение графика грузовых поездов по проследованию. Мы передвинулись с 9 на 4 место по участковой скорости движения. Нас опережают такие страны, как Канада и Америка. Там есть своя специфика. Но мы очень серьезное внимание уделяем сейчас такому направлению движения, как улучшение продвижения качества нашего продукта. Уже за 10 месяцев текущего года многое сделано и в части пассажирских перевозок. Были внедрены новые продукты. Это и двухэтажные поезда со снижением стоимости проезда от 30 до 50% стоимости билета. Это дневные скоростные поезда в сообщении между Москвой, Санкт-Петербургом, Брянском, Ярославлем, Белгородом, Смоленском, Курском, Воронежем, Нижним, Новгородом. Вчера из Самары запустили новый поезд. Соответственно, планируем очень серьезное внимание уделить продуктам и в пассажирском направлении. При этом Максим Юрьевич сказал, первый год, когда беспрецедентная поддержка государства дала возможность пригородным компаниям вообще работать по пригороду с понятными финансовыми результатами. Работа непростая, напряженная с регионами, но я думаю, что в следующем году при комплексном подходе, включая не только железнодорожное обслуживание пригородное, в том числе автобусное, будут вопросы урегулированы. Считаю, это очень важно. Ну и, коллеги, в завершение хочу всех поблагодарить за активное участие и в форуме. Я знаю, мне коллеги со стенда докладывали, что очень большой интерес. Я в своем докладе коротко остановился только на ключевых параметрах. Ну и хочу вас заверить, что российские железные дороги вас не подводили и не подведут. Спасибо большое. Спасибо большое, Олег Валентинович. Коллеги, если позволите, мы тогда ненадолго продолжим железнодорожную ветку обсуждения. И вопрос господину Шайдаеву, как одному из ключевых руководителей группы компаний «Сумма», члену Совета директоров. Альтернативный взгляд на происходящее на отечественном рынке инфраструктуры в части железнодорожного транспорта. Существуют ли у нас на настоящий момент какие-то внутренние или внешние резервы, которые связаны с, в первую очередь, мне кажется, с повышением конкурентоспособности этого вида бизнеса, с точки зрения представителя одного из крупнейших частных участников этого рынка? Большое спасибо. Спасибо, что предоставили столь высокую трибуну для того, чтобы высказать бизнес в свою точку зрения. Она не совсем альтернативная. Вопрос увеличения конкурентоспособности железнодорожных перевозок достаточно прост. И, наверное, это единый рецепт ко всем видам бизнеса – это снижение издержек, увеличение доходности. И свежий взгляд нового руководства РЖД, который недавно приобрел, дает возможность предполагать, что действительно, подходя с этим критерием к развитию, очевидно, что будут достигнуты достаточно серьезные результаты. Но, тем не менее, кризис, скажу не кризис, а сложности, которые есть не только в России, но и во всем мире, является некой лакмусовой бумажкой для транспортной инфраструктуры и для бизнеса в целом. Когда слабые игроки выпадают, когда крупные игроки, сильные игроки должны сжать рынок, должны сжать, сокращать издержки и так далее. Наверное, это достаточно простые рецепты для сильного, хорошего менеджмента. Однако, в период именно сложностей следует смотреть вещи глобально. Наверное, следует нам всем на уровне правительства, на уровне менеджмента, на уровне бизнеса подойти к вопросу обсуждения некой реструктуризации транспортной сферы в целом. По нашему представлению, РЖД, как крупный игрок не только бизнеса, это также является неким мегарегулятором для российской экономики и транспорта в целом. Являет, с одной стороны, владельцем крупной инфраструктуры, занимаясь развитием инфраструктуры, вместе с тем РЖД занимается бизнесом. И мелкому и среднему бизнесу, а по сути любой бизнес в транспортной структуре по сравнению с РЖД является меньшим, достаточно сложно в этом направлении конкурировать. Если бы возможно было обсудить вопрос о том, что РЖД будет представлять собой компанию, которая развивает инфраструктуру, тем более, что это целиком и полностью отражает последние идеи, которые были озвучены в федеральном послании президенту, перед президентом Российской Федерации, а также оставит за собой возможность управлять и регулировать локомотивные перевозки, локомотивную тягу, отдав в бизнес вопросы вагонов и, по сути, вопросы ведения коммерции, наверное, получив большее количество игровков на рынке перевозок, РЖД в принципе и железнодорожные перевозки в принципе могли быть увеличены, а РЖД в этом плане могла бы вырасти. Такое мое представление, наверное, оно сильно отличается от того, что есть внутри РЖД, но я считаю, что нужно как-то подойти к этой дискуссии и ее начать. Спасибо. Марат Макомедович, спасибо большое. Если это все-таки дискуссия, я хотел сказать, что мы сейчас придерживаемся обсуждения всех взглядов. И прежде всего мы считаем, что любое решение должно пойти на пользу нашим клиентам и грузоотправителям. Мы можем долго обсуждать операторы, объединения, разъединения. Если решение приводит к удорожанию перевозки, это неправильное решение. Если это эффективно в целом для страны, значит это правильное решение. Вот такие простые решения, мне кажется, должны приниматься. Будем обсуждать деление, умножение, любой вариант, но только чтобы не страдал наш клиент. Спасибо. Олег Валентинович, тогда не отключайте себе микрофон. Основываясь на вашем выступлении, основываясь на выступлении Марата Магомедовича, у меня несколько вопросов к вам, вытекающих в первую очередь из вашего предыдущего бэкграунда. Вы известны на рынке как инвестиционный государственный менеджер. В том смысле, что понимаете всю линейку и государственного инвестор инструментария, и частного. А РЖД на настоящий момент большая губка, которая готова впитать большое количество инвестиций. Вот в вашем случае основные источники капитала, на которые вы готовы смотреть в перспективе следующих лет. И каким образом РЖД в направлении этих источников капитала планирует действовать аккуратно, чтобы не оттянуть на себя существенную часть ресурсов инвестиционных, которые существуют на рынке. Вот что вы на эту тему скажете? Мы планируем использовать весь инструментарий, который существует на рынке. Более того, мы сейчас планируем ранжировать наши проекты как раз по направлениям, какие инвестиции, возможно, и необходимо привлекать. Есть предложения от наших западных коллег, есть предложения от восточных коллег, есть предложения от взаимном сотрудничестве, от компаний с привлечением средств наших банков. Мы все-таки, пусть в небольшом объеме, но считали бы необходимым привлечением средств фонда национального благосостояния. При этом под этим мы готовим разные модели. Я согласен с тем, что нам не нужна монополия ради монополии. Мы уже с коллегами обсуждали, мы готовы быть для многих якорными участниками сделок. Если кому-то чего-то не будет хватать, и это даст возможность нам получить грузовую базу, коллегам даст возможность снизить тариф или развитие их бизнес, мы открыты, мы всех приглашаем, мы готовы такие варианты рассматривать. Хочу сказать, что уже с учетом сейчас проведенных переговоров огромный интерес к совместной деятельности с РЖД, он есть. Мы, как вы знаете, сейчас рассматриваем вопросы своего участия, в том числе и как управляющей компанией, как подрядной организацией, и в Южной Америке, и в Европе, и в Азии. Соответственно, для этих проектов мы тоже будем привлекать финансирование из тех источников, которые готовы прийти на эти рынки. Спасибо. Спасибо большое, Олег Валентинович. Максим Юрьевич, если позволите, вопрос к вам, как мне кажется, вытекающий из сделанного вами доклада и последующей состоявшейся дискуссии. Правильно ли я понимаю, что мнение относительно того, что на федеральном уровне в целом в широкой номенклатуре транспортных отраслей запускается больше проектов, нежели чем их запускается на региональном уровне, вне зависимости от того, имеют ли эти проекты федеральную поддержку или нет, он несколько неверен. И на самом деле в регионах достаточно значительное количество проектов постепенно стартует с тем, чтобы спустя какое-то время они тоже были предметом подобных дискуссий. Или все-таки федеральные проекты пока перевешивают? Если говорить о крупных или даже средних проектах, то, конечно же, пока такие проекты способны поднять лишь с использованием средств поддержки из федерального бюджета и, как правило, где заказчиками выступают федеральные органы исполнительной власти, наше агентство или напрямую Минтранс и подведомственные ему учреждения. Но сейчас появляется инструмент, кстати, за счет той же пресловутой системы взымания платы из 12 тоников, средства из которого взамен ушедшего, почившего, к сожалению, инвестиционного фонда могут быть замещены из федерального бюджета, вернее, должны быть замещены в полном объеме из федерального бюджета, бюджеты региональные, региональные дорожные фонды. И вот здесь эти средства мы будем следить внимательно за тем, чтобы в первоочередном и преимущественном порядке мы направлялись именно на проекты государственно-частного партнерства. То есть те проекты, которые привлекают дополнительно внебюджетные инвестиции с рынка и таким образом активизируют не только инвестиционную среду, но и региональную экономику в части строительных материалов, нерудных материалов, конструкции, металлопроката и таким образом являются такими катализаторами, драйверами инвестиционной привлекательности не только на федеральном, но и на региональном уровне. Хорошо, спасибо большое. Я с Вашего решения тогда адресую вопрос Сергею Оттовичу Франку. Сергей Оттович, Вы человек бывалый, находились в разных ипостасях. Отлично понимаете рынок транспортный в разных его проявлениях и Вам есть что с чем сравнивать. Скажите, пожалуйста, а как на настоящий момент обстоят дела в том, что называется инфраструктурой морского судоходства? Справедливое или несправедливое утверждение относительно того, что инвестиционных проектов или вообще новых проектов в этом направлении существенно меньше или несколько меньше, чем в других сферах. Насколько действительно на поверхности находятся вопросы, связанные с инвестициями в эту сферу и запуском новых проектов? И какие существуют в целом узкие места в этой сфере? А самое главное, если Вы еще и можете свою нынешнюю сферу сравнить с смежниками, было бы вообще отлично. Много вопросов в этом вопросе. Я на всякий случай попрошу, если есть возможность поставить 2-3 слайда, которые мы подготовили, может быть, придется ими воспользоваться. Я бы начал с первого Вашего вопроса, как оценить преобразование, развитие морской инфраструктуры в Российской Федерации за последнее время. Вот, коллеги, при всех сложностях и трудностях, которые, конечно, много, и, наверное, и будет их еще много на нашем пути, если мы с Вами сравним состояние морской инфраструктуры в Российской Федерации в конце, в середине 90-х годов и сегодня, колоссальный объем работы проделан, и сегодня совершенно другая у нас ситуация. Даже сегодня, когда иногда складываются определенные напряженности на тех и иных морских направлениях, мы чувствуем, что маневра, возможности, гибкости у этой системы в результате развития уникальных транспортных комплексов и на Балтике, и на Черном море, и на Дальнем Востоке, конечно, существенно больше. И особенно, безусловно, последнее, я бы сказал так, десятилетие, пятнадцатилетие, оно было исключительно в этом смысле продуктивным. И, наверное, с этой трибуны, обращаясь к тем, кто сидит в этом зале, многих из Вас хорошо мы все знаем и помним, нужно сказать спасибо тем, кто в зале, и Вашим трудом эта инфраструктура как бы создавалась. Сейчас, наверное, много вызовов будет связано с тем, что у нас новые задачи, новые районы морские предстоит освоить, и это прежде всего Арктика. Если можно, следующий слайд. Вот, опять же, за последнее время, только ленивый не говорит о том, что, значит, будет Арктика, не будет Арктика, скажутся ли ситуации на рынках комодити с сегодняшними ценами на нефть, сдерживающим фактором, наверное, скажутся, наверное, ряд проектов начнутся несколько позже. Но то, что на этом слайде нарисовано, сделано за последние 6-7 лет, и колоссальные объемы грузовой работы осуществлены, серьезные уникальные национальные проекты поддержаны, и материальная стоимость вот этих проектов, если умножить эти тонны на стоимость этого комодити, это десятки-десятки миллиардов долларов. Львиная доля этой работы, опять же, сделана руками российских и судостроителей. Все это поддерживается на системе уникального российского морского образования. Всем этим занимается система регулирования морского судоходства с опытными профессионалами, которые стандарты и конкурентно способность российского морского флота в общем своим каждодневным трудом поддерживают. Поэтому объективно нужно сказать, что прогресс очень большой. Задачи, наверное, будут усложняться, потому что вот эта компенсация отставания 80-90-х годов, она как-то, ну, выполнена. Сейчас нужно больше решений таких качественных, точечных, аккуратных. Ресурсов, наверное, будет меньше. И с этой точки зрения, наверное, сейчас ценность грамотных решений, сбалансированных решений объективно будет возрастать. И ответственность за эти решения. Спасибо. Сергей Владимирович, не отключайтесь. Если позволите, вы сами упомянули слово «Арктика». Мы все об этом слышим и понимаем, что процесс, в данном случае, ледокол движется. Но по вашему мнению, не с точки зрения государственных интересов, а с точки зрения текущей сегодняшней экономики. Это все-таки проект сейчас живущего поколения, или это все делается с точки зрения экономики, а делается в интересах поколений следующих? Вот ваш взгляд. Коллеги, ну, пользуясь случаем, я хочу сказать, что вот все, что на этой карте, это же очень скромный вклад одной хорошей компании, есть и другие компании. Это же все коммерческие проекты. Они же все профинансированы в значительной степени рынком. Они же работают сегодня. Это все покупается. Это все работает на рынке. Я очень рад, что в следующем году, я надеюсь, в сентябре, мы начнем работать на новопортовском месторождении. Уникальная технология. Ну что, «Газпромнефть» это делает как-то без коммерческого драйва. Наверное, она все продумала, просчитала. Очень аккуратно, кстати, исполняет свои обязательства как клиент. Ну вот я очень рад, что в январе, наверное, 2017 года мы совершим первое экспериментальное плавание газовоза СКФ «Ямал». Сегодня министр здесь показывал нам слайды, как порт развивается, аэропорт. Это же вот буквально через какое-то время, так сказать. И этот вопрос идет. Мы видим это развитие. И сейчас идут тендеры. Расширяется и программа «Сахалин-2», и в том числе и программа «Сахалин-1». Еще раз говорю, ну, наверное, темпы этого развития будут адекватно скорректированы. И не без этого. Ну, уже сейчас вот в этих только проектах крутится 2-3% годовой добычи российского энергетического комплекса. Несмотря на то, что это начальные первые шаги. Дорогу оселит идущий. В данном случае плывущий. Спасибо большое. Если позволите, у меня вопрос к господину Воскресенскому, который является профильным инвестиционным замминистра в Министерстве экономики. Станислав Сергеевич, у нас дискуссия про в целом источники капитала, она идет достаточно давно. В последнее время особенно популярна дискуссия про азиатский капитал. Вы постоянно занимаетесь в целом азиатским направлением. При этом мы понимаем, что азиатские деньги неоднородны. Китайские отличаются от корейских, корейские от японских и так далее. У них у всех разные приоритеты, разные интересы, я имею в виду у всех этих стран. По вашему мнению, каковы у нас реальные перспективы привлечения различных источников или различных форм азиатских капиталов, те проекты, которые идут в нашей инфраструктуре, в общении с вами, они к чему высказывают больше аппетит, к чему высказывают меньше аппетит. Ваше мнение по поводу того, когда эти деньги в существенном объеме могут начать присутствовать в транспортно-инфраструктурных проектах? Спасибо большое за возможность выступить на прекрасно организованном мероприятии. Этот зал, как нам организаторы сказали, называется «Колизей». Но как-то битвы у нас не наблюдается, потому что, я думаю, в зале сидят единомышленники. Все мы считаем, что без развития транспортной инфраструктуры в широком смысле просто будущего нет. И, безусловно, и я согласен с Дмитриевым, конечно же, что это имеет и мультипликативный позитивный эффект на экономику, и в конкурентной экономике, и инфляция это не вызывает, а скорее в долгую наоборот. Но еще раз говорю, главный вопрос, где взять деньги. Но для начала, я, если позволите, буквально на минутку отвлекусь и в целом скажу, что вот этот год, он был, конечно, очень активным вообще в мировой геополитике, но и мировая экономика, мировая такая торговая система не отставала. И такие значительные сдвиги сегодня происходят в мире, и без их учета невозможно планировать деятельность, я думаю, сейчас не в одной отрасли экономики, как российской, так и любой другой. Вот в этом году завершились переговоры по созданию так называемого транс-тихоокеанского партнерства. Фактически это такая активная повестка Соединенных Штатов Америки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вчера президент России Владимир Владимирович Путин объявил поручение провести консультации с блоком ШОС и ОСИАН о возможном экономическом партнерстве России с нашими партнерами по Евразийскому Союзу на эту тему. Почему это все происходит? Потому что вот эта часть мира, Азиатско-Тихоокеанский регион, она сегодня наиболее динамично развивается. Многие правила игры там еще не сформированы до конца. Это и дает возможности там многим зарабатывать деньги и привлекать оттуда инвестиции. Просто цифры напомню. У нас Китай в прошлом году стал самой крупной экономикой мира, крупнее США по расчету МВФ, по паритету покупательной способности. А вот этот блок азиатских стран ОСИАН стабильно более 15 лет растет темпами свыше 5%, если быть точным, 5,1% в год среднегодовые темпы в этом регионе. Теперь, что касается… Да, и было бы просто нам безответственно этим всем не воспользоваться и в понимании не продвинуть туда наши инфраструктурные возможности, транзитные возможности, наши технологии в области транспорта и, конечно же, транспортное машиностроение. Теперь, что касается денег, финансовых институтов, какие возможности появились и появляются вот в этом году и в ближайший год-два. Несколько заработало финансовых институтов, которые в этом макрорегионе, которые во многом нацелены на инвестицию в инфраструктуру. Первое – это банк БРИКС капиталом свыше 100 миллиардов долларов, где Россия является членом. Банк уже заработал, открыл офис, у нас есть там представитель, бывший один из менеджеров Веба Казбеков, и, собственно говоря, банк БРИКС в следующем году планирует уже первые проекты профинансировать. Следующий банк крупнейший, так он и называется, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, о вступлении в который тоже президент принял решение, о чем в конце марта было этого года объявлено. Это еще 100 миллиардов долларов, и мы ожидаем, что этот банк в активную фазу войдет в следующем году, но проекты нужно предоставлять уже сегодня. Еще раз подчеркиваю, вот второй, особенно, банк, он больше будет сосредоточен именно на инфраструктурных инвестициях в этом регионе, естественно, в том числе и Россия. Третье создан, да, смотря на все это, вот недавно было объявлено, что Япония создала свой фонд, не банк, а именно фонд, 110 миллиардов долларов для инвестиций в азиатском регионе. Опять-таки, прежде всего, даже не прежде всего, в основном инфраструктурных инвестиций. И мы с японскими коллегами обсуждали, что часть денег может быть локирована в коммерчески выгодные окупаемые проекты на территории России. И четвертое, это фонд, который создан нашими китайскими партнерами, он называется фонд «Шелкового пути», это 40 миллиардов долларов. Это фонд, который будет инвестировать в капитал, но, видимо, не только, мандат будет чуть шире, будет инвестировать опять-таки в инфраструктурные проекты, связанные с выдвинутой китайским руководством инициативой экономического пояса «Шелкового пути». Поскольку у нас 8 мая этого года президент Путин и председатель СИИ подписали специальное совместное заявление о сопряжении наших двух проектов Евразийского союза и «Шелкового пути», то, безусловно, и эти деньги могут быть использованы. Кстати говоря, они уже и используются. Вы знаете, что по ряду проектов, касаемо Ямал-СПГ, прежде всего, часть этих денег фонда «Шелковый путь», мы надеемся, будет использована для финансирования такого рода проектов. Поэтому на самом деле на столе появились абсолютно реальные инструменты привлечения инвестиций из Азиатско-Тихоокеанского региона, которая растет сегодня быстрее темпов мировой экономики, быстрее темпов развитых стран. Появляются деньги, появляются у партнеров амбиции, и важно этими институтами правильно научиться пользоваться. Кроме того, появляются и такие государственные инструменты коммуникации с этим крупнейшим макро-регионом мира. Из таких последних примеров в этом году заработала новая специальная межправкомиссия на высоком уровне по инвестиционным проектам именно с нашей стороны, с Китаем. С нашей стороны возглавляет первый цепремьер Шувалов, с китайской стороны также первый цепремьер Джан Гаули. Это один из проектов, сегодня министр транспорта о нем рассказывал, это Москва-Казань, является проектом этой комиссии. Есть там и другие инфраструктурные проекты. Вот здесь, кстати, рядом сидит представитель сумма-групп Порт Зарубина, который вызывает большой повышенный интерес наших китайских партнеров. Но и другие проекты, не только, кстати, на территории Дальнего Востока, но и на всей территории России. Мы вот буквально недавно с коллегами из Минтранса делали некоторое род-шоу в Китае 23 октября по как раз инфраструктурным проектам, которые могут быть интересны как частным, так и государственным инвесторам, включая порт Тамани, о котором здесь упоминалось. И действительно эти проекты такой интерес вызывают. Поэтому важно, еще раз подчеркиваю, этими инструментами правильно воспользоваться. Будем максимально помогать коллегам, инициаторам проектов этим заниматься. Тем более, что мы должны с вами понимать, в условиях, когда экономика не растет, мы можем друг друга сколько угодно много убеждать в необходимости инвестиции в инфраструктуру, но мы должны прежде всего ориентироваться на создание условий для частных инвестиций. Спасибо. Спасибо большое. Марат Маганинович, у вас действительно там китайские партнеры в проекте? На сегодняшний день пока еще нет. Действительно, интерес к проекту очень большой и со стороны китайских партнеров, и со стороны других азиатских партнеров. На сегодняшний день мы финализируем финансовую модель и бизнес-план этого достаточно непростого, сложного проекта, и представим его всем финансовым институтам, которые будут заинтересованы, инвесторам. Мы хотим прийти в Министерство транспорта и их структурные подразделения для того, чтобы представить этот проект с точки зрения инвестиций как со стороны частной инвестиции, так и со стороны государственной поддержки. Хорошо, спасибо большое. А тогда, Станислав Сергеевич, развейте иллюзии или наоборот подтвердите наши иллюзии. Когда мы говорим про привлечение денег из азиатских источников, но ведь это у кого-то конкретные деньги, проинвестированные в какой-то конкретный проект. Соответственно, основная нагрузка, по вашему мнению или по вашему опыту, ложится все-таки больше на кого? На наши федеральные власти или их задача только создавать платформу для дальнейших бизнес-переговоров? Или все-таки основная нагрузка по привлечению конкретных денег по-прежнему остается на российском же бизнесе или на конкретных проектах? Те проекты, которые по-настоящему коммерчески окупаемы, понятным образом для любого, неважно, азиатского или российского инвестора структурированы, они успешно деньги привлекают, даже в нынешних условиях. Это вопрос, скорее, правильной упаковки проектов, их внятности и понятности для инвестора, понятной финансовой модели. С нашей стороны мы готовы оказывать максимальную поддержку и внутри страны, и на межгосударственном уровне по лоббированию интересов таких проектов, неважно, будь они частные или государственные. Но, еще раз говорю, вопрос был связан исключительно с Азией, но и внутри в этом году не отставали. Кстати говоря, в этом году, наконец-то, мы приняли законодательство, о котором долго просили прежде всего российские регионы, законодательство о государственном частном партнерстве, которое, я надеюсь, тоже создаст платформу для будущих частных инвестиций в транспортную инфраструктуру. – Хорошо, спасибо большое. Если позволите, у меня вопрос к Евгению Сергеевичу Москвичеву, который является представителем профильного комитета Государственной Думы. Евгений Сергеевич, у нас, в принципе, следующая транспортная неделя уже пройдет после выборов в Государственную Думу. Соответственно, мы тут говорили про новые проекты, про инвестиции, про запуск новых проектов и так далее. Во-первых, мы очень надеемся, что вы будете баллотироваться, поскольку столь авторитетный представитель транспортного сообщества в Государственной Думе все предыдущие годы транспортникам был чрезвычайно полезен. Но если смотреть серьезно, то как вы считаете, какие основные проблемы законодательной регуляторной среды придется решать уже новому составу в Государственной Думе? Понятно, что все не перечислить, их очень много, но Новая Дума первое время на чем неминуемо должна будет быть сфокусирована. Вот ваш авторитетно-профессиональный взгляд. Во-первых, спасибо большое. Мы попросим Максима Юрьевича, чтобы он провел транспортную неделю в августе-сентябре месяц. Или в июле-в августе. Максим Юрьевич, ну или две транспортных недели. Транспортное полугодие и транспортное годовщие. А теперь по существу. Вот за последних три года Комитет по транспорту рассматривал, принимал те законы, которые нужны транспортному сообществу, в первую очередь бизнесу, который пользуется тем или иным видом транспорта. Приведу примеры. Вот по железнодорожному транспорту. Мы в течение полугода, в том году, рассматривали каждый день вопрос холостых пробегов, вагонов и платы вообще по путям общего и не по общему пользы. Что мы увидели? Мы увидели то зерно, которое говорит одно, что железная дорога должна увеличить скорость доставки груза. Вот мы сейчас 15-й год наблюдаем, в 16-м году посмотрим, что все-таки получилось. Второй вопрос. Мы ноль делали НДС на пригороде, и сейчас делаем 10% на дальней пассажирской перевозке. Это не за того, чтобы тариф рос, или с федерального бюджета меньше денег. Мы делали это для того, чтобы железная дорога стала покупать новые вагоны, новые пассажирские вагоны, комфортно везти. А самое основное, вот мы с Олегом Валентиновым встречали, и я считаю, что нам надо в 16-м, 17-м году посмотреть, что пути общего пользования и путепроводы должны все в течение 3-4 лет быть в нормативе. Тогда скорость передвижения груза совершенно будет другая, и тогда пользователь железной дороги будет стоять и ждать, как быстрее отдать вагон, чтобы железная дорога доставила этот груз. Это самое основное, что я считаю, что нужно сейчас сделать железной дороги. Второе. Мы должны сегодня Министерство промышленности попросить, чтобы она на себя взяла те проекты, которые важны в нашей промышленности, и производство, которое есть, чтобы закупал бизнес по совершенно другим ценам, более легким, то есть дешевым, и использовал на всех видах транспорта, какие он. И самое основное, мы с вами создали ГТЛК, нам надо посмотреть, чтобы государственная лизинговая компания в 16-м следующих годах оказывала помощь в приобретении того и иного подвижного состава подлиться не более 5%. Тогда мы деньги, которые есть сегодня в нашем бизнесе, будем оставлять только в России. Теперь, что касается по следующим законам, которые вот 16-17 год предыдущий, я хочу сказать, что мы не пишем почти новые законы, мы пишем те законопроекты, основные, узловые по всем видам транспорта, о которых говорит бизнес, что надо здесь, здесь, мы не учли для того, что время совершенно другое. И вот я считаю, что самым основным, что нужно сегодня посмотреть уже в 16-17 годах, это водный транспорт. Это первое, что с ним надо решать, нужна поддержка, это основное. Второе, по тем дорогам, которые мы говорили, какие бы они ни были, региональные, муниципальные, федеральные, нас все время упрекают, что километр дороги дорого стоит, и что с рубля, выделяемых денежно-дрежностное строительство дорог, мы почти 70 копеек или 50 тратим на выкуп земли. Вот мы считаем, сейчас рассматриваем этот вопрос, что если земля, независимо от формы собственности, последних три года платится налог по кадастровой цене, то ее покупать надо по кадастровой цене. А если она платит свой налог от рыночной цены в муниципальное образование или в какие-то субъекты, то тогда власть должна покупать по рыночной цене. Поверьте, стоимость любой инфраструктуры в этом проекте станет на 20-25% дешевле. Что касается других видов транспорта, мы считаем, что законодатели в 2016 году или в 2017 должны принимать срочно закон НДС 0% на авиационном транспорте именно на развитие внутри российских авиационных перевозок. Мы четко, и вчера в послании президент об этом говорил, мы должны развивать внутри, и у нас пересадочных узлов должно быть меньше для того, чтобы пассажиру добираться с одного пункта в другой. Поэтому я считаю, что государственная лизинская компания должна обратить особое внимание на эти направления. Что касается морского, мы постарались за эти 2,5-3 года прописать все законопроекты, которые в ближайшие 3-5 лет, нужно просто осмотреть, какой эффект идет от законодательства, которое принято, и что в нем поправлять или вносить какие-то поправки для того, чтобы более эффективно работала. Затратная часть доставки груза пассажира была более эффективной и менее затратной. Евгений Сергеевич, спасибо большое. Я понимаю, что не существует своеобразного индикатива уровня законодательной обеспеченности внутри транспортных отраслей, но Вы говорили, что модернизируется законодательство практически в каждой из сфер, и в ЖД, и в авто, и в реке, в море, авиа и так далее. Но как Вы в целом между собой эти отрасли могли бы сравнить с точки зрения уровня законодательной обеспеченности, где проблема в связи с необходимостью принятия новых либо донастройки действующих законов более приоритетна на следующие 1-2 года, где менее приоритетна? Вот существующая у Вас в главах депутатов из комитета последовательность отраслей, она какова? Это речной транспорт, авиация и железная дорога. Что касается автомобильного, то мы постарались в 2014-2015 году законно принять все, и считаю, что и по пассажирским, по грузовым, там почти отшлифованно, надо посмотреть, чтобы все-таки речной транспорт увеличил объемы перевозок до 10%, и нагрузка с автомобильных дорог стала меньше, и он вез немного объема меньше. Мы постарались на автомобильном транспорте сделать даже, может быть, сегодня бизнес недоволен, все сыпучие грузы свыше 40 тонн запретить возить и отдать это все железной дороге или речке. Это очень важно, и мы считаем, что себестоимость доставки тех сыпучих грузов, представительстве, начиная с жилья и заканчивая другими инфраструктурными объемами, она будет еще более эффективной. Вот что касается региональных проектов, о которых Вы говорили, задавали вопрос, Максим Юрьевич, я хочу сказать, что нам действительно надо обратить особое внимание, это действительно ГЧП, это все правильно, но нам надо прежде, чем выделять деньги туда, и сегодня федеральный бюджет выделять, особенно 100 миллиардов уже второй год будет выделять на региональные дороги, то мы должны посмотреть, а готов ли сегодня бизнес вкладывать на 10-15 лет вперед без государственных банков. Думаю, что не готов. Бизнесу нужно сегодня через 2-3 года совершенно другой эффект, который он ожидает. И второе, вот мы приняли сегодня, позавчера закон по госкомпании, по Автодору. Я считаю, что мы долго говорим в течение 6-7 лет по шелковому пути. Вот примером, который позволит сегодня можно рассматривать по госкомпании с привлечением всех денег частного бизнеса на дорогу, которая пойдет с Китая на Питер, и он будет примером, что эта дорога будет платной, и бизнес оценит, и будет пользоваться, и она будет востребована на 100%. Хорошо, спасибо большое. Станислав Сергеевич, продолжая разговор про законодательство, Евгений Сергеевич сказал про те законы, которые стоит принять, а Вы упомянули до этого закона ГЧП, который уже принят, будучи одним из его, в хорошем смысле слова, адептов. Вот по Вашему мнению, он по своей конструкции более полезен федеральным ГЧП проектам на транспорте, или все-таки более эффективен для региональных ГЧП проектов на транспорте? Я тут буду вынужден. Я, конечно, никакой его там не адепт, просто мне было поручено этот закон довести до конца. Я был представителем правительства в Государственной Думе, не более того. Но, кстати, Альберт здесь присутствующий очень активно помогал, как и другие эксперты, содержательно помогали этот закон нам готовить и доказывать свою правоту. Значит, что, коллеги, важно в этом законе? Вот нам часто говорят, что Россия проводит мало реформ. Но вот, знаете, нам многие умные люди говорят, реформы надо делать и поменьше о них говорить, а делать те реформы, которые действительно людям нужны. Вот ГЧП, наверное, не побоюсь похвастаться, это одна из таких реформ. Это то, что давно просили российские регионы, и вот почему мы впервые в истории нашей страны с вами впервые допустили частную собственность в публичной сфере, именно частную собственность. И этот закон, мы надеемся, в хорошем смысле позволит создать именно класс такого малого и среднего собственника в российских регионах, что нам крайне нужно. Он, еще раз говорю, главной его отличительной чертой, тех же концессий отличается то, что объект при определенных условиях, если это объект Гринфилд, и даже если это объект Браунфилд, то есть объект, который выполняется на существующих мощностях или существующей, но старой и ветхой инфраструктуре, может оказаться в собственности у инвестора. Это принципиально важно. Мы надеемся, что этим законом прежде всего воспользуются те инвесторы и те правительства региональные, в которых такие проекты есть. И касается он не только транспортной инфраструктуры, но касается и сферы культуры, и социальной сферы. Цель его какая? Мы надеемся, что так и будет. С тем, чтобы для граждан наших в итоге эти услуги, неважно транспортные услуги, социальные услуги, оказались качественными, более качественными и дешевыми, доступными, чем это иногда бывает сегодня. Это одна задача и главная. Вторая задача, чтобы параллельно появились собственники таких объектов, которые бы их модернизировали, поддерживали в надлежащем состоянии, и все бы наши граждане ими пользовались. Мы понимаем, кстати, сразу хочу сказать, что законодательство это новое, и жизнь, она окажется сложнее, и мы готовы это законодательство, мы много раз об этом говорили с депутатами, которых я отдельно благодарю за поддержку Государственную Думу, за поддержку этого закона. Мы готовы это законодательство оперативно изменять. Я, кстати, вам напомню, по просто такому стечению обстоятельств, в этом году уже 10 лет законодательства о концессиях исполняется. И вот многие здесь, кто сидят, вот Олег Валентинович даже раз улыбался, вспоминал, как мы когда-то вместе все это доказывали необходимость этого законодательства, и много оппонентов было, говорил, что все это не нужно, и в России это вряд ли возможно. Но мы сегодня с вами имеем возможность просто проехаться по тем, извините, дорогам, которые построены на условиях концессии, прилететь в аэропорт Пулково, который фактически концессия, но сделаны с учетом регионального законодательства о ГЧП, да, и так далее. И тоже этот закон, он свою тяжелую жизнь прожил, сначала это был рамочный закон, потом оказалось, что он не работает, мы что-то поправили по транспортной структуре, что-то поправили по ЖКХ, это оказалось непонятным все, финансовым институтам учли их требования, всегда старались держать баланс именно учета государственных интересов учета наших граждан и интересов инвесторов. И сегодня эти объекты есть. Не жду, и у нас нет иллюзий, что немедленно закон о ГЧП качественно изменит жизнь в стране и в транспортной структуре, но тут всему, как говорится, свое время, но точно мы уверены, что надеемся, что также через 10 лет на очередной транспортной неделе обсудим, какие объекты нам за эти годы удалось построить, используя этот механизм. Спасибо. Спасибо большое. Дополню немножко своего коллега, Санислава Сергеевича, поскольку у нас есть еще одна новелла в концессионном законодательстве или законодательстве о ГЧП, это частная концессионная инициатива, поправка как раз к упоминающемуся 115-му федеральному закону, юбилейному, оказывается, в этом году. И в отличие от, так сказать, материнского текста этого закона, вот эта поправка заработала буквально, что называется, с колес. Уже в этом году, да, вот мы как раз обсуждали в рамках нашей транспортной недели на деловом завтраке вчера, что первый проект уже идет, что называется, на гора, это проект строительства путепровода в рамках железнодорожных, кстати, это тоже очень важно, потому что пока в железнодорожных проектах концессии в чистом виде еще не было. А здесь частный инвестор строит путепровод железнодорожный к своим, в качестве подъездных путей, к своим портовым терминалам, и это будет хорошим примером, как новелла в законодательстве сразу вызвала интересы, именно интересы стороны частного бизнеса. Спасибо большое, Максим Юрьевич. Если позволите, у меня вопрос к Сергею Валентиновичу Кельбуху. Сергей Валентинович, мы тут второй день обсуждаем на разных площадках систему, развитие системы скоростного движения автодорожного сети скоростных автомобильных дорог. И в основном все аргументы тех, кто поддерживает эту идею, строятся вокруг того, что подобная сеть дает существенный мультипликативный эффект для развития других отраслей экономики, ну и экономики в широком смысле этого слова. Соответственно, можно ли попросить у вас, что называется, как у первоисточника, комментарий на эту тему? Действительно ли это так? Действительно ли мультипликативные эффекты столь значительны? И, собственно говоря, какие у вас ожидания от разворота сети? И в какие сроки это гипотетически могло бы быть реализовано? Спасибо, Альберт. Спасибо организаторам за приглашение участвовать в дискуссии. А на ваш вопрос я следующим образом могу ответить. Ну, во-первых, по поводу мультипликативного эффекта, собственно говоря, все основные тезисы Дмитриев Михаил уже обозначил, и я могу только повторить, ну, добавлю только некоторые детали. Во-первых, действительно, при развитии дорожной инфраструктуры даже при государственных инвестициях сам мультипликативный эффект оценивается приблизительно в 1,7-2,25 раза. В случае реализации проектов с участием вне бюджетных источников, то есть вне бюджетного капитала, действительно до 5,8, ну, по сути дела, эффект достигается шестикратный. И он, безусловно, обусловлен и влиянием на отрасли экономики, обеспечивающие, то есть это и машиностроение, и металлургия, строительные материалы. Это, безусловно, увеличивает, это на федеральном уровне и на региональном, в том числе влияет на увеличение и налогооблагаемой базы в субъектах везде, где происходит как раз реализация той или иной части скоростной автомобильной дороги. Я еще несколько цифр даже могу привести. Вот мы предварительно сделали расчет финансово-экономическое обоснование трассы Европа-Западный Китай, которое мы ведем, кстати говоря, совместно сейчас с китайскими коллегами, совместно с экспертами Банка развития Китая. И мы понимаем, что на сегодняшний день запуск всего проекта, это по территории Российской Федерации порядка 2300 километров, позволит только увеличить валовый региональный продукт в зависимости от экономического состояния субъекта от 5,5% до 8,5%. То есть более экономически развитые субъекты получат более высокий экономический эффект, но даже субъекты, еще не обладающие высоким потенциалом, все равно ежегодный прирост ВРП будет получать. Скоростные автомобильные дороги, действительно дискуссии весьма оживленные, и сегодня нам приводили достаточно показательные примеры, как менялось экономическое развитие в период роста сети скоростных автомобильных дорог в Соединенных Штатах, в Китае, и мы видим, что после реализации 20-летних программ, а и там, и там все упаковывалось в 20-летние программы, рост влияния на ВВП уже страны достигает 5-7%. По сути дела, мы сейчас находимся в начале пути развития сети скоростных автомобильных дорог федеральных. На сегодняшний день в транспортной стратегии у нас предусмотрено порядка 12 тысяч километров автомобильных дорог до 2030 года. Много это или мало? С нашей точки зрения используется пока сценарий не оптимальный, а такой базовый, вот Максим Юрьевич подсказывает, хотя мы считаем, что базовым все-таки надо рассматривать более экономически энергичный путь развития. Но, тем не менее, вот для примера, мы за предыдущие 5 лет существования компании фактически построили порядка 600 километров автомобильных дорог первой технической категории. До конца 2020 года в рамках программы мы построим в целом еще порядка полутора тысяч, введя в эксплуатацию трассу М11 Москва-Санкт-Петербург, центральную кольцевую автомобильную дорогу и целый ряд участков и на трассе М3 Москва-Киев, и на трассе М4 Дон, запустив головной участок как раз коридора Европа-Китай, а именно обход на Гинско-Балашихе, мы уже собрали статистику и видим. Во-первых, активно развивается бизнес вдоль автомобильных дорог в тех субъектах, где мы создали уже элементы сети скоростных дорог. Во-вторых, мы значительно снизили уровень дорожно-транспортных происшествий и повысили безопасность на этих автомобильных дорогах. И не просто в разы, а в 12-18 раз. Даже относительно тех дорог госкомпаний, которые у нас еще не отреконструированы, мы стали получать существенный экономический эффект, взимая плату от пользователей за оказание услуг по платным автомобильным дорогам. Это позволило нам при уменьшении субсидий на содержание автомобильных дорог замещать их средствами от взимания платы, тем самым еще и помогать высвобождать средства федерального бюджета, направляемые на содержание общедоступной сети, не эксплуатируемой, не на платной основе. И с нашей точки зрения есть один очень важный аспект, и я вот еще как раз хотел бы и опереться на слова, которые прозвучали у Станислава Сергеевича. Действительно, восточные рынки очень активно сейчас с нами работают. Есть одно небольшое но. На сегодняшний день наши программы ограничены 2020 годом. Я вот здесь прямо с этой трибуны, Максим Юрьевич, хотел бы высказать смелую мысль. Нам следуют программы до 30-го года в рамках стратегии транспортной. Я так полагаю, Олег Валентинович поддержит меня, надеюсь, потому что тогда мы, обладая программой долгосрочного планирования, можем значительно более увереннее структурировать проекты, а под структурированные проекты, под проекты банкобилити, действительно инвесторы готовы идти. Спасибо большое, Сергей Валентинович. Если позволите, вы в самом начале сказали, что у вас Михаил Игонович практически вырвал мысли. Я тогда возвращаю… Мы просто думаем одинаково, понимаем одинаково процессы. Ну да, Михаил Игонович, я тогда возвращаю вам слово относительно того, разгонят вот это все новые проекты и дополнительные вложения, разгонят ли это инфляцию, как у нас переживают или нет. Это первое. Вы пока собираетесь с мыслями. Я прошу и Сергея Оттовича, и Олега Валентиновича подумать на тему того, время ли сейчас для новых технологий в соответствующих сферах, могут ли новые технологии внедряться сейчас, могут ли они привести к экономии инвестиционных денег, к ускорению проектов и так далее. В общем, какие-то наглядные эффекты, которые от этого существуют. А со стороны негосударственного бизнеса я, конечно же, попрошу Марата Магомедовича на тот же самый вопрос в дальнейшем ответить. Так что пока есть пару минут собраться с мыслями. Михаил Игонович. В действительности, если говорить об инновационных сценариях развития транспорта, это касается не только создания сети скоростных автомобильных дорог по всей территории страны, но и развития железнодорожного транспорта на принципиально новой основе. То возможности там иногда захватывают дух. Вот только что мы попросили держателей глобальной контейнерной модели из Дельского университета, с которыми уже несколько раз делали прогоны этой модели для оценки транзитного потенциала через Россию. Сделать еще одну оценку. На самом деле их оценки показывают, что через буквально несколько лет, меньше чем через 10 лет, потенциал традиционных маршрутов доставки контейнерных грузов из Китая в Европу практически будет исчерпан, включая в том числе морскую инфраструктуру, которая сейчас становится все более перегруженной. И по последнему прогону контейнерной модели оказалось, что через транспортные коридоры, которые проходят по территории Российской Федерации к 30-му году при наличии возможностей у российской стороны может пойти до 15% всего потока контейнеров, которые идут из Китая в Европу. Это сейчас 20 миллионов ТЕОСов, а к 30-му году это может быть уже более 30 миллионов ТЕОСов. И 15% от этого это как минимум 4, а то и 5 миллионов контейнерных грузов, особенно с учетом порожнего пробега контейнеров. Российская инфраструктура пока просто к этому не готова. И даже если будет построена сквозная автомагистраль и существенно расширенные пропускные способности Транссиба для движения скоростных контейнеров поездов, этого будет недостаточно. И возможно потребуются еще другие, гораздо более радикальные решения, ну например строительство транзитной магистрали из Китая через территорию Монголии в обход байкальских узких мест на Транссибе, которая позволит взять гораздо больше контейнерный поток на Западно-Сибирскую и Европейскую часть Российской Федерации. Поэтому в действительности у транспортной инфраструктуры России открывается довольно много возможностей, но эти возможности требуют и значительных инвестиций и очень больших инноваций, особенно связанных с логистикой перевозок и ускорением движения по сети. Вот это, пожалуй, самый главный вызов, на который транспортной отрасли должна найти ответы. А можно, Михаил Иганович, сразу вопрос, Ваш совет транспортникам. Ну вот монетарные власти говорят, что вот это все разгонит инфляцию. Научным путем и практически путем доказано, что нет. Как транспортному сообществу убедить в этом монетарные власти? Ну, самый простой способ это посмотреть на случаи инвестиционных бумов, которые до этого в мире происходили с участием государственных инвестиций в транспортную инфраструктуру и смежные отрасли. Такой анализ недавно провел блюститель борьбы с инфляцией, Международный валютный фонд. Они проанализировали 120 эпизодов инвестиционного бума, основанного прежде всего на существенном увеличении государственных инвестиций в инфраструктуру, жилье и другие смежные отрасли. Так вот, в среднем в периоды таких инвестиционных подъемов рост инвестиций достигал 7% ВВП. Он приводил к ускорению экономического роста в среднем на 1,5% в год на протяжении 5 лет. И дальше ВВП поддерживался на уровне выше потенциального роста до инвестиционного бума. При этом никакого существенного ускорения инфляции не происходило. А то, что любопытно происходило, вместо роста государственного долга, который, казалось бы, должен наблюдаться при росте инвестиций в инфраструктуру, в среднем государственный долг у стран, которые реализовывали такие программы, снизился к концу периода на 5% пунктов ВВП. Поэтому информация о том, как все это происходит реально, показывает, что не так страшен черт, как его молюют. И наши страхи здесь связаны прежде всего с тем, что Россия давно уже отвыкла от масштабных инвестиций в транспортную инфраструктуру. – Хорошо, но я на этом не успокоюсь. Тогда, если позволите, еще один вопрос. Может быть, мы зря думаем, что существует точка зрения, что это разгоняет инфляцию. Может быть, на самом деле все понимают, что не будет никакого разгона инфляции, но просто монетарной части властей выгоднее утверждать обратное по каким-то иным соображениям. Но при этом все понимают, что это не так. – На самом деле, поскольку речь идет о переспределении реальных инвестиционных ресурсов не просто внутри государственного бюджета, но и в целом на финансовом рынке, то, как всегда, на такие достаточно значительные средства есть много претендентов. И каждый претендент выдвигает те аргументы, которые устраивают его для того, чтобы переспределить эти ресурсы в свою пользу. Так что у транспортной отрасли, естественно, есть свои оппоненты со своими интересами, конкурирующие за эти ресурсы. – Спасибо большое. Ну то есть, если я правильно понял, то мы зря, транспортное сообщество зря отчаянно борется и доказывает, что это не разгоняет инфляцию. Все и так понимают, что это не разгоняет инфляцию. – На самом деле надо заняться созданием реально работающей инфраструктуры длинных денег. Это вопросы, связанные с очень большим количеством технических проблем, но проблем решаемых. Вот Станислав Сергеевич только что сказал, что так, собственно, начиналось законодательство о концессиях. Но у нас есть и много других рынков, связанных в том числе с длинными деньгами, которые создавались с нуля, и где решение технических вопросов приводило к притоку больших ресурсов на рынок. И самый яркий пример – это первичный и вторичный рынок жилищного кредитования, который за довольно короткий период, всего за 10 лет, вырос до уже почти нормального зрелого рынка. И во многом это стало результатом очень серьезных технических усилий. Они начались в рамках приоритетного национального проекта «Жилье» и курировались непосредственно из администрации президента. Потом они перешли в правительство Российской Федерации и на уровень институтов развития. Но за 10 лет возник нормальный, дееспособный рынок жилищных инвестиций, который действует на основе привлечения частного капитала. Так вот, с рынком длинных денег в инфраструктуру нет никаких принципиально иных препятствий, чем тех, с которыми российские власти и агенты рынка сталкивались при развитии ипотечного кредитования. Все это можно сделать, и учитывая тот опыт, который уже есть на других рынках, это можно сделать в довольно короткие сроки. 3-5 лет, и у нас будет нормально работающий рынок длинных инвестиций. Водушевляет, да. Сергей Утович, что скажете? На фоне всего изложенного времени у нас сейчас для каких-то технических инноваций, модернизаций или нет? Вы знаете, вы так задали этот вопрос и так поставили эту антитиезу альтернативу, что ответить на нее негативно просто невозможно. А транспортники, авиаторы, моряки, железнодорожники, они все романтики и оптимисты по определению. Транспорт – это жгучая потребность человечества, как индивидуумов, так и больших масс людей, так и экономической деятельности, которой они занимаются. Население растет, потребность в перемещении товаров и самих себя в пространстве будет объективно возрастать. Конечно, транспортное поведение индивидуумов и потребности тех или иных экономик будет меняться, и нам придется в эту работу встраиваться, находить свое место, но с нашими транспортными пространствами, с нашей уникальной роли в распределении труда, с нашими интеллектуальными возможностями. Конечно, у нас здесь масса возможностей. Вот вы пробывалось тут, отметили, когда давали мне первый раз слово. Вот если несколько раз вы сегодня говорили, а вот мы соберемся на транспортную конференцию 2030 года. Вот если на 15 лет вперед представить себе, что нам предстоит сделать, и в технологическом смысле, в том числе на транспорт, это надо назад уйти на 30-35 лет. Время сжимается. И вот я пришел на работу в дальневосточном пароходстве на серьезную должность 30 лет назад. Я хорошо помню, что было тогда судном нашей мечты, ну вот кораблем. И я понимаю, что сейчас. То есть вот такой рывок, который мы проделали за 30 лет, все вместе с вами. Теперь надо вперед заглянуть за горизонт. В каких областях мы не сможем с вами избежать необходимости уже сейчас, уже сегодня, уже вчера менять технологии, которые есть на транспорте. Все, что связано с транспортом и информатикой. Это абсолютно очевидно, даже по тому поведению, которым в зале, как активно люди пользуются различными девайсами, как они обмениваются огромными масштабами информации. Конечно, транспорт обязан будет в этом смысле адаптироваться, и он это делает. Второе. Это, безусловно, энергетика транспорта. Сегодня у нас, в общем-то, во всех видах транспорта сильная зависимость от того, что называется fossil fuel. И, безусловно, вот сейчас идет еще экологическая конференция в Париже, вот Олег Кулентинович, только вчера оттуда. Это очевидно, что на наших глазах энергетика транспорта, она завязана, в общем-то, на топливо, она будет радикально меняться. Я вам не могу всего сказать в этой аудитории, не давая больше пищи нашим конкурентам, чем это нужно, но уже в самое ближайшее время мы осуществим внедрение целого ряда решений, которые связаны с радикальной революцией в этом смысле, что изменит экономику транспорта на пользу клиентов, на пользу экономики. Так что у нас нет альтернативы, нужно двигаться. Дорога – это жизнь. Хорошо, Сергей Ильич, спасибо большое. Олег Кулентинович, а в железных дорогах, как обстоят дела? Насколько существенна потребность в технологической модернизации, обновлении и так далее? И если да, то какие должны быть, исходя из стратегии развития РЖД, исходя из того, как развивается вообще отечественная экономика, какие должны быть первые направления вот того самого технологического удара в контексте РЖД? Ну, я буду краток из того, что было сказано, поскольку получается, что в зале все прекрасно понимают, что инвестиции в транспорт не дают ни инфляции, они очень выгодны. А эту мысль мы еще пока не до всех донесли. Значит, нам нужно поработать над транспортным пиаром. Это первое. А в отношении инноваций тоже буду краток. Считаю, что излишек денег делает нас ленивыми. Вот сейчас этого излишка нет. Деньги есть, как нам уже сказали. Соответственно, остается другой вариант. И он абсолютно справедливый, как уже было сказано. Это работать над внутренними резервами. В инновациях он неисчерпаем. Первоочередные, согласен, это прежде всего цифровые технологии. Нам очень серьезно необходимо будет работать с безопасностью. Полностью поддерживаю энергоэффективность. Более подробно раскрывать не буду. Хочу сказать, что нынешнее время абсолютно подходит исключительно для инноваций. Спасибо вам большое. Марат Магомедович. Я бы разбил на три части, что можно сделать в этот непростой период. Вот здесь присутствующий Евгений Сергеевич забыл упомянуть, какой революционный закон был принят при его непосредственном участии и при участии Министерства транспорта непосредственно Виктора Александровича Алерского, закон о свободном порте. Совершенно революционная вещь. И это есть пример, наверное, такого совершенствования законодательства, которое может дать совершенно новые и мощные точки роста. Второе – это создание новых IT-платформ. Это 5PL, которые позволят раскрыть рынок для огромного количества непрофессиональных участников транспортного рынка. Это, проведя аналогии, это там, например, Uber или большие базы данных Windward, которые позволяют это сделать. И третье – это совершенно иные, наверное, новые, незнакомые человечеству, но уже внедряемые формы транспорта, например, там, как Hyperloop. Наша компания тоже сделала небольшое вложение, но этот вид транспорта и либо другие какие-то виды транспорта, которые появляются, они тоже совершенно иначе будут менять географию и ландшафт транспортного рынка. То есть передвижение грузов со скоростью 1000 км в час меняет этот рынок. Заниматься надо, и заниматься нужно сегодня, потому что не займемся мы, то этот рынок займут другие. Ну, чтобы этого не было. Марат Магомедович, спасибо. Вы знаете, Максим Юрьевич, у нас тут от президиума, если правильно подмечал те позиции, которые высказываются, наказ к транспортной неделе 2016 выглядит примерно следующим образом. Транспорт как фактора социально-экономической стабильности нет, но есть необходимость в дальнейшем развитии. Мультипликативные эффекты существенны, они подтверждены практикой, и их можно подтвердить аналитическим и расчетным путем. При этом проблема состоит в том, что транспортное сообщество не всегда имеет возможность, а скорее даже просто время для того, чтобы донести это до своих смежников. Безусловные критерии роста совокупного спроса и создания рабочих мест, как у нас написано в названии, выполняются. Финансирование без риска инфляции также подтверждается и опытом советских времен 30-х годов, и опытом других стран, причем и историческим, и современным. Весь вопрос стоит в том, чтобы, как Олег Валентинович сказал, устроить широкомасштабный транспортный пиар реализованных проектов и у нас в стране, и в других странах. Вложения в инфраструктуру не приведут к росту цен. Я думаю, что мы здесь можем привести достаточно подробные расчеты. Инструменты привлечения инвестиций. Перед тем, как мы скажем, что нет денег в государстве, нужно понимать, что 10 лет назад, когда были первые концессии денег, было еще меньше, а проектов было все равно много. Поэтому даже следующие секвестры бюджета, если вдруг таковые состоятся, все равно не приведут к тому, что мы откатимся дальше, чем 2016 год. Одновременно с этим деньги в частных источниках есть и у нас внутри страны, и есть в зарубежных, пока не используемых нами направлениях. И одновременно мы сходимся во мнении относительно передовых технологий, что необходимость их внедрения или невнедрения, это не только возможность зарабатывать, но и это возможность экономить для отечественных компаний, а сэкономленные деньги, что называется, заработанные деньги. Это вот наказ на следующий год от нашего президиума. Соответственно, а какой будет официальный наказ на следующий год от министра? И он же завершающее слово нашей сегодняшней пленарной дискуссии. Максим Юрьевич. Минтранс всегда прислушивается к своим коллегам по отрасли и собеседникам, и поэтому мы имплементируем это все естественно в те задачи, которые будут поставлены по итогам, можно сказать, уже состоявшегося очередного транспортного форума, девятого транспортного форума. Единственное, что я бы все-таки с Минтранса не снимал роль гаранта стабильности транспортной системы, потому что если она будет работать нестабильно, то все остальные задачи достигнуть будет невозможно. Поэтому пускай это будет повседневной, рутиной, деятельностью, не стратегией, а обычным рабочим графиком всех нас, кто работает в транспортном комплексе, но это все равно должно быть, и это базис, который не обсуждается. Но в принципе, вот мы все, о чем мы говорили, мы говорили о тех проектах, задачах, целях, направлениях, которые отражены сегодня в стратегии развития транспортной системы до 30-го года. Очень правильное замечание было у Сергея Валентиновича о том, что надо заглядывать в нашем уже программном бюджетировании за горизонт 20-го года. И вот такую задачу на следующий год, календарный год, наверное, надо уже себе поставить, чтобы наши программы, федеральная целевая программа, государственная программа развития транспортной системы перешагнули рубеж 20-ти годовой отметки 20-го года и горизонт нашего уже среднесрочного планирования был существенно шире, это позволит нам уже сегодня закладывать основу, и в том числе инвестиционную основу тех проектов, которые должны двинуть нашу транспортную отрасль в будущем. И все-таки, наверное, еще одну вещь скажу, которая необходима и будет присутствовать наверняка в повестке нашего дня, это интеграция, интеграционные процессы на не только евразийском пространстве, а в целом, несмотря на те вызовы, которые мы сейчас получили, которые вроде бы говорят об обратном, а замкнутости некой внутренней политики, наоборот, с точки зрения транспорта, географических границ, политических границ не существует. Именно это обеспечивает его высокую конкуренцию и таким образом быстрое прохождение инноваций, о чем говорил Сергей Отович, именно в транспортной сфере. Но вот интеграция, о ней частично говорил Станислав Сергеевич, тоже будет в повестке наших вопросов, и поэтому все, о чем мы сегодня говорили, будет, безусловно, уложено в наши документы и поручения, которыми мы будем оперировать в рамках большой единой транспортной команды в следующем году. Спасибо вам большое. Я прошу аудиторию выдержки еще на одну минуту. Максим Юрьевич, спасибо вам большое от лица аудитории. Спасибо большое Олегу Валентиновичу, Михаилу Игоновичу, Марату Магомедовичу, Станиславу Сергеевичу. Сергею Валентиновичу большое спасибо, Сергею Отовичу большое спасибо. И самое главное, большое спасибо аудитории и за весь предыдущий год. И пожелания всего наилучшего до следующей транспортной недели. И последнее препятствие, уважаемые коллеги, между вами и коктейльным приемом устранено в том смысле, что пленарка закончена. Спасибо большое. Давайте поблагодарим нашего модератора тоже. Спасибо. 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 Спасибо.